Здравствуйте! Давайте поговорим о молдавском экономическом чуде и что на самом деле оно представляет. В последнее время придворные политологи Демпартии все чаще стали нести откровенную чушь про некие головокружительные успехи правительства, небывалый экономический рост. Оказывается, в Молдове под чутким руководством Филиппа свершилось экономическое чудо. Об этом на полном серьезе пишут ряд изданий. Но так ли это? На самом деле Молдова последние годы находится в серьезной стагнации. Посмотрите на динамику ВВП по данным МВФ. 2005 год был рост плюс 7,5%. 2006 год плюс 4,8%. 2007 – 3%, 2008 – 7,8% роста. А теперь возьмем годы правления Альянса и Павла Филиппа. 2015 год – провал минус 0,4% падения. 2016 год – рост только на 4,3%. 2017 – рост на 4,5%. 2018 – 3,8%. По прогнозам Всемирного банка темпы роста ВВП упадут. Как утверждает румынский экономист Петришор Пею, рост Молдавской экономики в последние годы является ниже экономического роста государств Восточной Европы. На самом деле, как считает доктор экономики Михаил Пойсик, за годы проевропейского правления с 2009 по 2017 средний темп роста ВВП составил 3,3%. По сравнению с 2001-2008 годами темпы роста ВВП заметно ниже. Кстати, тогда средний рост был около 6%. Фактически, это не рост, а стагнация. А чтобы подняться к среднеевропейским показателям, нашей стране необходимы темпы роста ВВП не менее 10% в год. А теперь взгляните на объем номинального ВВП по данным Всемирного банка. 2013 год – 8 млрд долларов. 2014 год – 8 млрд долларов. 2015 год – 6,5 млрд долларов. 2016 год – 6,8 млрд. 2017 год – 8,3 млрд долларов. Проще говоря, только в конце 2017 года мы достигли объема ВВП 2013 года. 4 года мы топтались на месте. Излишне повторить, что ВВП Молдовы по итогам 2017 года составлял лишь 74% от ВВП 1989 года. А теперь возьмем ключевой показатель – ВВП на душу населения в текучих сценах. Сравнение ВВП на душу населения с другими странами обескураживает. Мы как были, так и остались самой бедной страной Европы. Да что Европы? Нам до Африки еще топать и топать. По данным МВФ, в 2017 году у Молдовы ВВП составлял 2279 долларов. У Папуа – Новая Гвинея – 2800, у Монголии – 3600, у Анголы – 4400, у Намибии – 5400 долларов. А теперь, внимание! В 2014 году мы имели ВВП на душу населения в 2245 долларов, в 2015 – 1800 долларов, в 2017 – 2279. То есть, три года мы болтались на месте. И это вы называете экономическим чудом. И раз у нас бурный рост, должны столь же бурно расти инвестиции, рабочие места, госбюджет, зарплаты, социальные программы. Должны строиться школы, больницы, театры, детсады. Но школы и больницы закрываются, предприятия тоже. 120 граждан ежедневно убегают из Молдовы, спасаясь бегством от этого экономического чуда. А как иначе, если средняя зарплата в переводе на доллары в 2014 году составляла 297 долларов, в 2016 – 240 долларов. Сегодня она в зоне 300 долларов. Так то средняя, а в реальности покажите мне хоть одного педагога, крестьянина, няньку, повара, имеющих 300 долларов в месяц. Вы в глаза их видели? Я – нет. Страна выживает только благодаря внешним кредитам и займам. Судите сами, 28% бюджета 2017 года – это внешние кредиты и гранты. А в 2019 году эти кредиты нужно будет возвращать, да еще и с процентами. На самом деле, экономика страны находится в коме. Роста нет, рабочих мест нет, хороших зарплат тем более нет. И если раньше мы были самыми бедными в Европе, сегодня стали самыми нищими. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова